Всем добрый день! Я рада приветствовать всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Елена Заплохова, я педагог-психолог. И сегодня я хотела бы поговорить на такую, знаете, очень животрепещущую тему. Очень часто ко мне обращаются родители с вопросом, что делать, если мой ребенок не хочет ходить в детский сад или не хочет ходить в школу. И знаете, этот вопрос на самом деле волнует очень многих. Как правило, такие неприятные ощущения испытывают родители. Страх, переживание, стресс, что делать? Ребенок всегда ходил, все было хорошо, с хорошим настроением. Но вдруг приходит домой, начинает плакать или начинает спрашивать. Мамочка, а завтра мы не пойдем в сад? Пожалуйста, я больше не хочу туда ходить, не отдавайте меня. И для многих родители это такой неприятный момент. И не все знают, что же делать, с чего начать. Как уговорить ребенка опять идти с хорошим настроением. Какой найти к нему подход, какие использовать методы. Нужно ли вообще как-то реагировать. Может быть, наказать его за это нужно. И знаете, разные родители, они действуют совершенно по-разному. Но я сегодня хотела бы сказать о том, что мы с вами должны прежде всего понять одну вещь. Что поведение наших детей – это отражение их внутреннего состояния. То есть то, что говорят наши дети, то, как они себя ведут, это является отражением того, что у них внутри. Поэтому очень важно, чтобы мы, как родители, были чуткими, обратили внимание на то, что ребенок сейчас действует каким-то, может быть, непонятным для нас образом. Но это сигнал для нас, родителей, что мы должны обратить внимание на его состояние и выяснить, что же происходит у него в его маленьком сердце. И вот знаете, если говорить о детском садике, то здесь мы должны понимать, что любой ребенок, попадая в детский коллектив, испытывает, ну, такого, скажу, своего рода стресс. Для кого-то это стресс такой небольшой, для некоторых детей очень сложно происходит адаптация. Каждый ребенок индивидуальный, у каждого это происходит по-своему. И вот смотрите, каждый день ребенок на весь день помещен в детский коллектив, где есть 20-25 человек и всего двое взрослых. Представляете, за весь день там может произойти все, что угодно. Начиная от того, что он пришел и, может быть, его не встретили, с ним не поздоровались. Может быть, тот друг, который с ним дружил, перестал обращать на него внимание или завел в себе другого друга. А, может быть, его заставили кушать то, что ему очень сильно не нравится. И он делал это через силу. А, может быть, он пошел в туалет, и кто-то туда заглянул и стал смеяться. То есть много таких, скажем, стрессовых ситуаций ребенок может встретить в течение нахождения в саду. И поэтому, если он нам говорит, что я не хочу, я туда больше не пойду, мне там не нравится, и слезно начинает нас умолять туда его не отдавать, то мы должны, прежде всего, попытаться выяснить причину. И вот здесь, задавая тактично, в дружелюбной, спокойной атмосфере вопросы, мы с вами можем на самом деле понять, чем же движим наш ребенок, что такое произошло. Но здесь, смотрите, очень важно, мы должны понимать, что не всегда дети на самом деле могут осознавать причину. Иногда они просто говорят, нет и точка, мне не нравится, или мне просто разонравилось, я просто хочу с тобой быть дома, я хочу с мамой, с папой, с вами ходить на работу. Называть такие причины, которые вам могут показаться не совсем вескими. И иногда стоит, конечно же, привлечь еще воспитателя, чтобы узнать, а что же произошло в последнее время, может, какие-то события воспитатель заметил. И спустя какое-то время, я думаю, что вы выясните, или ребенок сам проговорит то, что на самом деле его волновало. То есть дети так устроены, что с течением какого-то времени они сами начинают осознавать то, что происходило. И могут просто, сидя за ужином, вам сказать, «Мама, ты знаешь, я вот не хотел туда ходить, потому что мне не разрешали носить мою любимую игрушку. У меня, я из-за этого обиделся». И вы можете сидеть и удивляться. «Ах, вот оно что, вот что являлось причиной». И вот смотрите, когда мы узнаем с вами причину, тогда мы можем что, помочь ребенку разобраться с этой ситуацией. Либо ее пережить, если это было связано с чем-то неприятным, страх, какое-то волнение, либо его заставляли что-то делать, либо, может быть, на него кричали кто-то из сотрудников детского сада. Такое тоже, к сожалению, бывает. И нам нужно объяснить, что такое может случаться в жизни, но это не значит, что ты плохой. Это не значит, что с тобой что-то не так. Такое бывает. Иногда люди злятся, иногда они не сдерживают свои эмоции. Но это не значит, что они тебя не любят. Главное, что мы с папой тебя любим. И вот знаете, когда ребенок начинает разбираться, он начинает понимать, что он способен дружить, что он хороший, что его любят, что ему рады в детском саду, что он может сказать о том, что он не любит кашу, и воспитатель не будет его за это наказывать или кричать за это. Когда он поймет, что делать в сложившейся своей сложной ситуации, а в его глазах она может казаться очень сложной, то тогда на самом деле этот страх, либо нежелание идти в сад, оно может постепенно просто уйти. Вот такие маленькие шаги, принципы, они помогут вам пойти навстречу к собственному ребенку и помочь ему разобраться с тем, что стало внутри него очень сложным. Никогда не отталкивайте ребенка. Если вам кажется, все как-то он делает назло, и он плачет по утрам назло, и он уже такой взрослый, ему уже пора ходить, как всем детям в сад, и он единственный плачет. Все идут спокойные, все идут радостные, все довольные. На самом деле это большое заблуждение. Для большинства детей посещение детского сада, оно, конечно же, где-то является отчасти радостным событием, но и очень часто дети там переживают разные трудные моменты в своей жизни. Почему? Потому что там происходит социализация, та самая социализация, ради которой мы с вами отводим детей в детский сад, в детский коллектив. И представьте сами на минутку, если каждый день вам приходится взаимодействовать с коллективом в 20 человек, и каждый день вам приходится отстаивать свои границы, проявлять свои дары, таланты, говорить о том, что вам хочется и чего не хочется. И я думаю, любому взрослому даже не всегда это дается легко, тем более это может даваться нелегко нашим детям. Поэтому обращайте внимание на то, что говорят и делают ваши дети. Старайтесь найти путь к его сердцу, старайтесь услышать его. И если вы, поговорив, узнаете, что же на самом деле происходит в его сердце, за это ребенок вам будет очень-очень благодарен. И я всем нам желаю мудрости, не терять отношения с нашими детьми и выстраивать с ними каждый день близкие, дружеские, доверительные отношения. Меня зовут Елена Заплохова. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, вопросы. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. И не забывайте, что очень важно ценить отношения с нашими детьми. Подписывайтесь на наш канал,